Евангелиста Матфея Глава Тебе, Господи, слава Тебе, Бога! По прошествии шести дней взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата Его, и возвел на гору высокую от них, и преобразился перед ними, и просияло лице Его, как солнце, а одежды Его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ними беседующие. Присев Петра, сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи. Когда Он еще говорил все, облако светлое осенило им, и все глаз из облака глаголище. «Сей есть, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, Его слушайте!» И, услышав, ученики пали на миксы свои и очень испугались. Но Иисус приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь!» Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Иисус запретил им, «Встаньте и не бойтесь!» Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но они не знают, что делать. Петр предлагает построить полагу и оставаться здесь. Но мы только что слышали апостол Петр в своем послании описывает, оно читалось перед Евангелием, что Господь ему открыл уже прошло 30 лет спустя или больше спустя момента преображения, что Бог ему открыл, что вот скоро он земную жизнь оставит и будет Богом. И вот он вспоминает этот праздник, это событие, которое случилось в преображении. Когда мы были на Святой горе, Господь явил нас, явил Себя нам и вот с тех пор все его служение апостерское, оно вдохновлялось, укреплялось Господом и всегда этот праздник и опыт преображения был в его сердце. Очень важный праздник, из него очень много-много-много православного учения. Первое это наше учение о святых, потому что Моисей и Илья явились Господу Иисусу, они праведники Ветхого Завета. И они говорят с Господом Иисусом о том, что совершится в Иерусалиме. Крестная смерть, погребение, воскресение Спасителя и то спасение, которое Он совершил для всех нас. И Петр, Иоанн и Иаков, они люди такие, как мы, ученики Христа. И они это все слышат, да? Вот на этом учении наше у святых основывается. Есть те люди, которым еще здесь Господь открывает свою волю. Есть в этом празднике самое главное, Церковь всегда видела, всегда в Евангелии интересно, не только то, что там написано, а то, что там не сказано. Вот гора не называется по имени, на какой горе это и совершилось. Потому что Церковь всегда видела в этом опыте, опыт, который совершается с каждым из нас на этой литургии, на Божественной литургии. Вот, если кто-то снизу по Массанчуссу идёт пешком, да? Он восходит на горку. Мы с вами знаем Украина, Белоруссия, Сербия, Россия. Храм всегда строился в деревне или в городе на самом высоком месте. И каждое воскресенье, каждую литургию люди собирались туда, восходили на эту же горку. Где мы все с вами, посмотрите на стены, окружены святыми, где воля Божья открывается нам через чтение Евангелия, через молитвы Церкви, через всё то, что совершается в Церкви, те священодействия, которые совершаются. Где Господь являет нам себя в своей славе настолько, насколько мы можем вместить. И где Он открывает нам дверь к этому преображению, через крещение, все мы были крещены. И эту жизнь духовную в нас возобновляет каждый раз в Таинстве Святого Пречащения, к которому мы все приступаем на литургии. И вот очень важный такой для всех нас момент. Мы все входим в Церковь, и здесь мы все несколько, десятки, час-полтора, мы все очень выглядим духовно и очень благочестиво и благообразно. Недавно, несколько лет назад, проводилось исследование среди официантов ресторанов во всей Америке. Какие ваши самые плохие посетители? Ну, я скажу, что, ну да, эти алкоголики ночью, но они зато дают хорошие, значит, чаевые, да? Поэтому ничего с ними миримся. В конце концов, самая плохая группа людей, это те, кто в воскресенье, после службы, приходят в ресторан. Потому что они самые придирчивые, они меньше всего оставляют чаевые. И они этим бедным официантам действительно создают трудное время. И вот я пример этот привел, потому что каждый из нас должен на себя посмотреть, да? Вот сейчас мы все святые. Через два часа, через три часа на дороге, в нашем доме, в нашем офисе, да, на следующий день, понедельник или вот через два дня. Например, на нашей работе, если с нами, ну или еще проще, да, за 15 минут во время кофе уже всех успели осудить, да? Часто так бывает. Вот совершается ли это с нами преображение? Становимся ли мы лучше? Приближаемся ли мы к Богу? Потому что это вот то, ради чего Господь зашел на крест. Это то, ради чего Господь взял учеников на гору. Почему? Это то, ради чего Господь нас каждое воскресенье, каждую литургию приглашает в правду. Чтобы мы изменились, чтобы мы преобразились, чтобы мы стали жить иначе. И чтобы мы принесли этот опыт самого Христа всем тем, которые нас окружают. Вот пусть Господь в праздник своего преображения, Господь, который знает, какие мы немощные, и какие мы растерянные жизни, и какие мы думаем, что мы все знаем, знаем мало что на самом деле. Он укрепит нас силой святых таинств, силой нашего благослужения, силой святого Евангелия, силой своей крестной жертвы и таинств, которые Он установил в следовании за Ним. В том, чтобы наша жизнь от воскресенья до воскресенья изменялась, преображалась, и чтобы мы были Его верными последователями и учениками. И чтобы в конце нашей жизни, как апостол Петр, мы могли сказать, что да, мы были с Господом на Святой горе, да, это изменило нашу жизнь, да, это изменило жизнь тех, кто вокруг нас. Аминь. Поздравляю всех с праздником преображения. И вот мы сейчас будем благословлять виноград на углу урожая и другие овощи и продукты. И в православной церкви, ну, в большинство истории люди сами выращивали свою игру. И когда шли в церковь в воскресенье, то всегда что-то приносили, выращенное собой. Часть этих пожертвований шла на общую трапезу, часть шла на помощь ближним, а особенно в домам и сиротам, которые жили на содержании церкви. Церковь содержала много древней сиющей. Это одно значение нашего приношения. Второе – это то, что Бог дал это все нам. И если нет хорошей погоды, недостаточно солнца, недостаточно влаги, не вырастет, не созреет виноград, да, и не будет нам что поесть. И вот, когда человек урожай собирал, и, конечно, крестьянин, который на земле работает, осознает лучше всех, потому что каждый день это испытывает. И вот самое лучшее приносилось в церковь с благодарностью Богу. Ну, как, как бы, многие такое опыт имеют, да, вы купили цветную бумагу, карандаши, все там, клей, и отдались на ребенку, и он пошел в школу. Потом он вернулся, и какой-то день он приносит назад открытку, и там написано «спасибо, мама», «спасибо, папа», какой-то цветочек приклеит, да. То есть он вернулся с благодарностью и с подарком. Все, все, что у него есть, это все сделано из вашего материала, да, из вас невозможно было. Но этот подарок, и это благодарность, и эти слова, благодарение Богу. И вот это то же самое, Бог нам дал эти все дары, Бог нам их принес, и мы возвращаемся к Богу и говорим «спасибо Богу за все». И читаем молитву, освящаем, благословляем, принимаем с благодарностью, и всегда помним виноград, это, в молитве об этом упоминается, да, из него потом происходится вино. Вино используется для Таинства и Харистии, для Святого Пресвящения, и это все вот так вот там вместе связано. Таинство начинается в поле, в даром Божьем, да, продолжается нашей работой из этого винограда, который мы выросли, сделали вино, принесли его, хлеб выпекли. И Господь посылает Святый Дух, Господь освящает все, и Господь нас всех преображает через Святые Таинства. Господи Боже, Спаситель наш, благоизволивый лозою винограда, нарещитесь и единородному Твоему Сыну, Господу нашему Иисусу Христу, и плод Его в бессмертие, виновен бы тебе показав, и Духа Твоего благодатью. Сам иные, Владыка, и сей виноградный плод благослови, и дашь всем врагом Твоим, вкушающим от Него освящение и присприяние души, здравием телесным. И жизнь нашу Твою благодатью всегда безмятежно сохрани, вечными Твоими неотъемлемыми души наша дар украшает, и мир всегда людям Твоим дарует. Виноград же верных рабов Твоих благослови, умножи, и всегда изобильно плодоноси и сотвори, и хранилища и всех земных Твоих благих изболни, яко досяг до вольных ушей, и забилует во всяком деле глазик, благодатью и щедротами и человеколюбия, и динародного Твоего Сына, с Ним же благословен Яси, со пресвятым и благими животворящим Твоим Духом, ныне и пресно, и во веки веку. Благословляются гроздья сия, овощи и фрукты, и освящаются обрактением воды сия священной во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца и Святого Духа. Праздник. 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 И, братья и сестры, спасибо нашему дьякору, отцу Игору, который здесь, в алтаре. Он купил виноград, мы его помыли, и прикладывали низко к кресту, и каждый получит освященный виноград. Те, кто принес, конечно, выбирайте свой. После службы все приглашают Людмила Филипповна, она устроила трапезу. И праздник, и также у нее скорбное событие, в жизни скончался ее родственник Петр, поминовение его, и она сегодня трапезу организовала. С праздником! После креста подходите за виноград.